В Саранске офис службы такси Везет находится в дачном переулке. Именно здесь, на небольшой, скрытой от посторонних глаз парковке, средь бела дня раздались выстрелы. Какая машина? Не знаю. Здесь машина стояла белая, следами крови. Не знаю, не видели. На самом деле сотрудники службы такси говорили неправду слухи, а происшествия разнеслись очень быстро. Утром к директору офиса пришел бизнес-партнер. Назовем его так, потому что какими именно экономическими узами мужчины были связаны, до конца непонятно. Мужчина пришел за деньгами, но вместо них получил две пули в ногу и попал в больницу. Вот телевидение. Здравствуйте. Замечательно. Мы как раз это к вам. Я мама, которого поранил молодой человек. Не уходите. Не уходите. Снимите шапочку. Здесь синяки у него. Пусть посмотрит. Два раза стрельнул моего сына. Александр Фирстов, директор саранского офиса службы такси, он уверяет, что пострадавший его избил. И теперь мужчина должен поехать на освидетельствование. Только синяков невооруженным взглядом не видно. Возможно, они находятся в каких-то труднодоступных местах. Я еду сейчас снимать синяки. А вы на освидетельство ничего едете? На освидетельство не побоев. Вам нанесли побоев? Видите, закрывается. Зато мама пострадавшего готова была раскрыть всю правду о таком бизнес-партнере. По ее словам, сын сотрудничал с этим человеком несколько лет. По лицензии пострадавшего в этой службе такси работали несколько машин. И раз в месяц он получал за это деньги. Но однажды все прекратилось. Возможно, это и стало причиной конфликта. Ну, с кандалом произошло. Деньги не отдает. Пять тысяч ему жалко денег отдать. Он здесь предприниматель. Он пришел за деньгами. Я послала отца с ним. Я говорю, иди, он чуть-чуть податый, иди с ним. Отец пришел. Отец, говорит, стал стрелять. Я, говорит, думал, что это петарды кидает он. А он стреляет в него. Я не знаю, что здесь получилось, что этот человек вышел на улицу и выстрелил в него четыре раза. Если верить графикам финансового анализа, то в последнее время дела в Саранском отделении этой службы шли не очень хорошо. Выручка начала падать уже со второй половины 2014 года. А чистая прибыль в 2017 ушла в минус 5 миллионов рублей. Снизилась и рентабельность активов. Не исключено, что именно это и возмутило бизнес-партнеров настолько, что один из них схватился за оружие. Два выстрела из травматического пистолета в сторону пострадавшего произвел руководитель компании. В настоящее время травматический пистолет изъят. Сотрудники отдела полиции номер 3 проводят проверку. Тем не менее, сотрудники этой службы жаловаться не хотят. Ни на прибыль, ни на условия работы, ни на своего директора. Все у них хорошо. Пока. А пострадавший уже из больницы отправился домой. Медики извлекли из его ноги две пули и от дальнейшей госпитализации мужчина отказался. Людмила Кусерова, Игорь Гангаев. Наши новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова